Всем привет! Хочу сделать прогноз на матч российской премьер-лиги. Матч между Казанским Лорубином и Московским Локомотивом. Матч пройдет в Казани и для Локомотива это матч с новым тренером. Николича убрали, поставили нового тренера немцам. Вот и все. Все, что уже можно сказать. Многие высказывают свое мнение, что это очень плохо, что вот брали Николича, что вот новый тренер это хуйня. Ребят, я с вами не согласен. Почему не согласен? Потому что Рагник это хороший специалист. Не надо его хуесосить. Это не наши, блядь, все долбоебы, все эти президенты клубов. Я Гураб Аджоев. Меня назначили в Тулу. Да, я умный? Вот, блядь, ну Рагник это специалист. Он специалист в футболе. Блядь, хватит хуйню нести, ёптмэ. Наоборот, нужно как можно больше таких, блядь, у нас президентов клуба, бенефициаров. А Рагник это не президент Локомотива. Президент Локомотива Леонченко. Рагник это бенефициар. Вернее, как сказать, он по сути управляет клубом. Практически управляет. А юридически клубом управляет Леонченко, да. Так вот, Рагник, он знает, что и как делать. Не надо ему советы. Не надо ему говорить, что как, вот тут неправильно, вот мы считаем по-другому. Он специалист. Парни, Рагник специалист в футболе. Если он кого-то приглашает, он знает, кого он приглашает. Ребят, поверьте мне, не надо, блядь, советы давать немцам. Блядь, чем больше у нас будут руководцы Российской премьер-лиги немцев, да, из иностранцев, тем лучше, блядь. Надо все это дерьмо, блядь, вот это все, все это, блядь, состоящее из Аджоевых и прочих шлайботина, блядь, распильные, блядь. Надо выкинуть нахуй. Набрать нормальных специалистов. Вот что я хочу сказать. Поэтому не надо с критикой относиться к решению Рагника, поставить там нового тренера своего, да. Я нормально отношусь к немцам. Я нормально отношусь к немцам, к новому главному тренеру Локомотива. Потому что он видит себя в атаку. Это будет атакующий Локомотив. Это будет атакующий Локомотив. Он ничего не добился Германии, ну и что? Ну, вот так сказать, практически ничего не добьется. Ну и что? Шварц уже ничего не добился. Что дальше? Я выступаю двумя руками за, чтобы у нас были немецкие тренеры, немецкие руководители в клубах. Вообще, блядь, я за то, чтобы у нас чиновники были немецкие, блядь, во всех городах, муниципалитетах. Я за то, чтобы у нас немцы делали дороги, блядь. Я вот выступаю за это. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что Рагник хуёвый и хуёвый он тренера взял. Да, с Николичем поступили очень хуёвый. Пиздец как хуёвый. Но новый тренер, я скорее к нему отношусь положительно. Да не скорее, я к нему отношусь положительно. И на мой взгляд, скорее, Локомотив через полгода он будет играть гораздо лучше. Гораздо лучше. Вот. Немцы сделают своё дело. Поверьте мне, немцы сделают своё дело. Это не наши гурамики, а Джоевы. Давайте шашлычка сделаем. Короче, парни. У Локомотива всё будет хорошо. Ну, я не знаю, когда будет в этом матче, не в этом. Но перейдём к матчу Рубиной-Краснодара. И Рубиной-Локомотива. Вся проблема Рубина, потому что у них 4 поражения подряд в РПЛ. Пиздец, да? И очень как-то страшновато ставить на Локомотив. Я хотел вообще ставить на Локомотив с нулём. Если там говорить о моих предпочтениях, я больше отношусь предпочтительно к Локомотиву. Новый тренер пришёл. Он даёт новый адреналин. Особенно в российских реалиях. Когда у нас приходит какой-то новый руководитель, все начинают работать, 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 работать. В течение недели. Потом хуй забивает. Приходит новое лицо. Все начинают, как бы сказать, работать, чтобы показать, какой охуенный. Вот и сейчас Локомотив скорее всего так и происходит. И на Мальск с Рубину Локомотив поедет мотивирован. Безусловно, мотивированный. Вот и могут они там Рубин ёбнуть. Если тут ставить на какие-то исходы, я бы взял Локомотив с нулём. Но меня очень остораживает то, что Рубин подыграл 4 матча подряд. Но это пиздец. Там уже на Улёне кресло зашаталось. И вообще по статистике это очень-то косея очень плохая. Тут скорее всего может и Рубин выиграет. Поэтому я бы не послали не советовал ставить там победующий какой-либо команд. Сразу говорю свой прогноз. Мой прогноз на этот матч это количество фоллов больше 25,5 за коэффициент 1,8. Эту ставку взял в Бэтсити. То есть я считаю, что там будет очень много фоллов. То есть 25,5 больше. 26 фоллов и ставка сыграла. Это мой прогноз. Количество фоллов больше 25,5. Скринь на ставки не предлагаю. Вы можете его найти в Бэтсити легко. Я считаю, что там будет много фоллов. По статистике Локомотив очень много фолит. Да и Рубин тоже. Скорее всего там будет такая вязкая борьба. Потому что обеим командам нельзя проигрывать. Слудскому нельзя проигрывать, потому что это пятое поражение подряд. А нового тренера Локомотива тоже не хочется проигрывать. Потому что он только пришел в клуб. И ему хочется в первый же матч что-то себе показать. Поэтому скорее всего будет там прессинг. Скорее всего будет борьба. Неуступчивая борьба. И будет скорее всего много фоллов. Мелких фоллов. И поэтому я взял фоллы. Количество фоллов больше 25,5. Вот такой мой прогноз. Смотрим матч. Матч начинается в 16-30 по Москве. Смотрим российский футбол. Это самый охуенный чемпионат в Европе. Всем пока.